Другие привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас день начался не очень. Утро было сильно тяжелым. Все потому что, мне кажется, у моего ребенка регресс сна двух лет. Каждую вторую ночь он просыпается типа там в часа в два-три, приходит ко мне и все. На этом мой сон заканчивается. Сегодня наша тусовка продолжалась ровно четыре часа. В шесть семнадцать он уснул и начал храпеть у меня ухо. Короче, я проснулась просто убитая, разбитая и уж вообще никак не могла полдня собрать себя в кучу. Уже не говоря о том, что мне нужно было решать дела, ездить там, оформлять документы для вида нажития и так далее, и так далее. Короче, дабы, матушке, улучшить настроение, мы сегодня приехали в магазин и будем, так сказать, покупать всякое разное. Нам нужно купить мелкому всяких молочей, арсу посмотреть джинсы, ну и, конечно, мне что-нибудь приятно. Поэтому мы сейчас прокатимся тут с колясочкой по магазинам, посмотрим, что хорошего, ну и, короче, вы со мной. И, подружки, обратите внимание вот на этого мальчика. Скажи, подружки, привет! Привет, привет! В общем, смотрите, какая красота. Котенок тоже у нас сегодня модный, классный, ему тоже что-нибудь посмотрим. Но самое главное, смотрите, какая у нас коляска. Немного запоздалый, но от этого не менее приятный подарок от моего любимого Аланд. Это вот такая вот прогулочная коляска Мондо от Эллади. Так сказать, чтобы мать, а ну-ка покажи, ощутила все прелести материнства и смогла оценить вот такую легкую прогулку. Пока наша прекрасная Бугабу Донки-3 для погодок ожидает своего часа, то есть рождения второго малыша. Я, в общем, сейчас уже, прокатав ее пару дней, поняла, что вот такая вот легкая прогулка – это что-то с чем-то, это мечта просто каждой мамы. Особенно той мамы, которая как минимум полгода прокатала малыша вот в большой полноценной коляске. И поняла, насколько круто даже при самой удобной полномерной коляске иногда покататься вот в такой прогулке легенькой, которая просто катается, как песня. А вот еще один наш. Пивун, привет, Мирошек. Че это у тебя? Машина? Ку-ку. Пацаны, здорово. Мне кажется, одного пацана тут нужно раздеть. Да? Ба? Это их позывное. Или как это позывное, да? Че-то Мирония не отвечает сегодня на ба. Так-то лучше, котенок? В общем, подруги, коляска просто невероятная, очень крутая, легкая. Дома покручу ее, поверчу и расскажу вам про все ее плюсы чуть позже. А сейчас, на это времени нет, потому что мы идем закупаться. Так, мы пришли в Зару. Посмотрите, какая она красивая, господи. С дизайном, конечно, у них все правильно. И слава богу, что они его внедряют во все свои магазины. Я сразу, конечно, вижу всякое розовенькое. Но, как вы, как вы знаете, это не к нам. Нам вот это. Да, котенок? Так, давай пойдем посмотрим, что тут есть классного. Так, тут для деток постарше. Для сильно модных и дерзких. Но это явно не к нам. Мы и так модные и дерзкие. Обойдемся без косух. Ой, вот это классно. Вот это я прям хочу ему взять. Это, мне кажется, очень круто. Да, котенок, что скажешь? Эй! А ну-ка, покажись! Что-то ты это, великовато тебе слегка, нет? Как маленький этот, дровосек ты смотришь. Сейчас поменьше размер возьмем. Погоди. Класс? Котенок. Короче, пропал человек. Ну что, красочи себе выбрал? Покажи, он не может нас найти. Арсик звонит, не может нас найти. Котенок, папа тебя не может найти. А матушка ваша? Прям уже сильно беременная, смотрите. Ну, не скажешь, что просто большая женщина. А вроде уже можно сказать, что и беременная. Прекрасно. Hello. Тут мы тебя уже, это, привязали, да? Пока папа мерит, там джинсы. В общем, котенку еще взяла вот эту жилетку. И вот такой вот плащ. На более теплое, мокрое время. Тряпкой протер и все. И смотрится очень даже прикольно. Эй, ты! Счастливый ребенок. Побежал к папе. Касса тут гипермодная. Так, мы берем вот это, да? И папа заплатит за вторую курточку. Хо-хо. Так, и синяя. Так, синяя. 2,599. Так, Лейла поделилась звездочками и посудой. Какая прикольная штучка у нее тут, смотрите. Хопс. И сидит мелкий и ковыряется. И не орет. Это прекрасно в магазине. Хе-хе-хе. Так, пока мы там терлись, у детей закончилась наркота. Надо взять еще. Так, вон, дружки. Оба едят. А хотите прикол? Хе-хе-хе. Хе-хе. Лейла тоже беременна. И-е-е-е. Мы с ней вдвоем у нас. В этот раз неделька разница. Ура! У этих дружбанов будут еще дружбаны. Хе-хе. Скажи, вот это синхрон. Да, Мирон? Котенок. Синхрон? Ну, этому, как обычно, пофиг все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Умыться и просто лечь спать Причем этот человек Вот так вот сидя на диване На нас посмотрел, скорчил свое личико Закрыл глазки Такой сказал, ладно, все, довольна мне С вами тут тусоваться Молча слез с дивана и пошел в свою комнату спать Мы так посмотрели на него Последовали за ним И ребенок спит в кроватке, взял свою сосочку Прилег и в общем был готов ко сну Это означало, что действительно ребенок устал Особенно после наших Нескольких бессонных ночей Я уже говорила в начале ролика Что у нас прямо регресс сна Эта ночь, кстати говоря, была Намного легче И слава богу, мы хоть поспали Он в 2 или в 3 часа, я уже сейчас не помню Ну в общем, неважно, он ко мне пришел В комнату Я его уложила рядышком В общем, сделала ему безопасное спальное место И все, и мы спали И слава богу, что этой ночью он просто лег И он уснул То есть он часами там не маялся И мы не тусили То есть мы смогли вот в течение часа Наверное, вот так вот так Чтобы наверняка на 100% уснуть И спали сегодня до 9.30 Поэтому сегодня мы чувствуем себя Немного лучше, чем вчера Мы с богом пополам отдохнули Ну и по крайней мере сегодня мы можем Как-то свой день проводить в нормальном состоянии И конечно же, показать вам все наши вчерашние покупочки Пакетов у нас, как обычно, целый миллион Здесь у нас, что у нас? Uniqlo, Zara, Reserve, Ikea Ну и в общем, куча-куча всего Сейчас буду показывать Но перед тем, как показать покупки Я обещала вам показать нашу новую коляску А новая коляска выглядит вот так вот Смотрите, какая прелесть Вот на этой коляске мы вчера катались по торговому центру И вот в сложенном виде Эта прелесть выглядит вот так Здесь сбоку есть специальная застежка Ее мы просто-напросто отстегиваем Берем коляску за ручку И хоп! Все! Коляска движением одной руки Просто-напросто встает на место Можно ее катать Ровно так же мы ее складываем Просто нажимаем на кнопку На рукоятке Раз, два Нажимаем и все Коляска сложилась Это просто кайф! Ну и первое, на что я, конечно же, обратила внимание Это исключительно красивый дизайн этой коляски Компания Ladi Она в этом, конечно же, мастер И сделала эту легкую, прекрасную прогулку Не только удобной для мамы, для ребенка Но и также безумно-безумно красивой Значит, главный параметр этой коляски Который я оценила, прокатав ее несколько дней Первое Это общий вес коляски Это 6 килограмм и 700 грамм По мне, так после почти двух лет прогулок На стандартных больших полноразмерных колясках Это вот прям кайф невероятный Размеры ее в сложенном состоянии Для парковки 54 на 42 на 28 сантиметров А вот в таком разложенном состоянии Это 85 на 49 на 104 сантиметра Высота ручки от пола 105 И диаметр колес маленьких Это 14 сантиметров А задних больших Это 16 сантиметров Причем колеса здесь резиновые Очень плавное, мягкое движение То есть комфорт не только для мамы Которая просто с удовольствием маневрирует этой коляской Но и также для ребенка в ней исключительно удобно сидеть Максимальный вес ребенка в этой коляске 22 килограмма И размеры сидения 22 Это глубина, ширина 30 Ну и высота 43 сантиметра По-моему, для такой легкой прогулки Это просто невероятно крутые параметры Капор здесь достаточно большой Особенно если, например, ребенок прилег поспать Здесь сзади есть специальная вот такая вот ручка Ты ее просто достаешь и опускаешь спинку сидения Вот таким вот образом Спальное место для ребенка получается очень просторным 85 сантиметров В то же самое время Вот такой вот большой капор Он закрывается прям практически до конца Позволяя ребенку спать даже при дневном солнечном свете И в то же самое время иметь просторное место В котором будет хорошая вентиляция Много воздуха Ну и, следовательно, очень комфортный сон И впервые катая вот такую легкую прогулочку Чему я была удивлена Так это вместительная корзина Плюс ко всему здесь сзади есть маленький кармашек Для мелких вещей мамы Ну, например, сюда можно положить санитайзер для рук Ну, или телефон Это очень здорово И также я оценила еще один аксессуар Вот это такую сумку Рюкзак, который является вкладышем в корзину этой коляски То есть в основном он живет в корзине Во-первых, для Санкт-Петербурга Что я уже точно знаю для меня Это спасение Потому что Санкт-Петербург Очень пыльный город Здесь достаточно грязный воздух И очень много осадков И выходя на прогулку с коляской И даже имея дождевик Вещи, которые лежат в корзине Их просто либо заливают Либо они покрываются слоем пыли Это очень-очень некомфортно Поэтому вот такой вот вкладыш-рюкзак В эту коляску будет абсолютным спасением Плюс ко всему Когда я коляску складываю, ее паркую Ну, или, например, если мне нужно будет ее занести на борт самолета Эта вся красота просто превращается в рюкзак Можно также прицепить наручную кладь И отдельно от коляски поместить вместе с ручной кладью В самолете, в машине Ну, неважно, где бы мы ни находились И как бы мы ни путешествовали И вот так вот удобно Комфортно Я просто помещаю этот рюкзак Открываю вкладыш Корзину И все Вещи мои защищены И также, что очень круто Этим вкладышем я смогу пользоваться И для других своих колясок В те дни, когда я не буду пользоваться Именно этой конкретной Что еще у меня здесь есть по аксессуарам? Очень видовая штука Особенно для маленьких-маленьких малышей Это вот такой вот клатч Пеленальник для мамы Во-первых, здесь есть место для телефона Ключей, мелких вещей Это все дело можно просто повесить на руку Не носить с собой как клатч Это одно Второе Значит, это все дело открывается Раскладывается И очень удобно Здесь есть несколько кармашков Для подгузников Салфеток Мешочков для использованных подгузников Ну, в общем Для всего, что нужно Для того, чтобы переодеть малыша Плюс ко всему Когда ты раскрываешь этот пленальник Здесь есть вот такие вот два вкладыша Две пеленочки Которые пристегиваются при помощи кнопок Которые можно постирать и использовать повторно Это очень удобная штука Когда приходится малыша переодевать вне дома То есть это публичные места В которых, ну, гигиена так себе страдает Следовательно, вот эту штуку мы использовали Сложили Убрали в пакетик Для использованных подгузников Дома постирали И потом заново чистым пользуемся Это очень здорово Потом, что еще У меня здесь есть вот такой вот классный Модный дождевик от Эллади Тоже в такой вот сумочке Которая может прицепиться на рукоятку Самой коляски Ну, и вот таким вот образом Повесив этот дождевик на рукоятку коляски Я, во-первых, освобождаю свои руки Во-вторых, я освобождаю место в корзине Для других вещей Также у нас здесь еще есть подстаканник Который делает для мамы прогулки Намного-намного более комфортными и приятными Потому что туда можно поставить чашечку горячего кофе Так, а если еще вернуться к корзине То ее размер 37 на 33 на 12 сантиметров Рюкзак рассчитан на вес до 3 килограмм И сама корзина для покупок коляски Вмещает еще 2 килограмма Все ткани этой коляски Они дышащие И ребенку будет в ней комфортно Как зимой, так и летом Здорово, что здесь есть возможность Также заказать вот такие вот матрасики Для себя мы выбрали двойной матрасик Двусторонний матрасик зеленого цвета Очень красиво, конечно же, смотрится Но и с практичной точки зрения Он очень-очень хорош Во-первых, потому что здесь есть две стороны Зимняя и летняя сторона То есть зимняя сторона, она такая велюровая Очень приятная для прикосновения И также поможет сохранить дополнительное тепло в коляске И вторая сторона, она более легкая И вторая сторона, она более легкая Уже летняя сторона Все эти ткани, они очень комфортные и легкие В использовании То есть даже если ребенок матрасик запачкал При помощи влажной тряпочки Это все дело можно прекрасно почистить Я уже проверила Потому что ребенок в этой коляске у меня сидит Исключительно в обуви И ботинками постоянно на этом матрасике Причем, когда ботинки попадают сюда Это означает, что сама коляска Она остается чистой Это тоже с точки зрения ухода за ней И опрятности самой коляски очень-очень здорово По безопасности, что еще здесь есть? Пятиточечные ремни, которые очень комфортно Ребенка пристегивают к этой коляске И что я заметила, сравнивая с другими прогулочными Маленькими легкими колясочками В этом случае ребенок не скатывается, не съезжает вперед И он не висит на ремнях То есть ему сидеть Особенно вот на этом матрасике Который также дополнительно еще тормозит Вот это скольжение вперед Ему действительно очень удобно Я также оценила конструкцию самого сидения Которая, как мне кажется Намного более удобная, чем в других прогулочных колясках Я по своему вкусу выбрала вот себе матрасик Этот зеленый И дождевик из коллекции Wild Paris Но, конечно же, каждая мама, каждый покупатель Может выбрать себе аксессуары по своему вкусу И эту коляску сделать более характерной как раз-таки себе Потому что матрасики здесь есть во многих-многих дизайнах Ровно так же, как и все остальные аксессуары компании Ladi И тут выбрать действительно есть что И что очень здорово в этой коляске Так это то, что нажатие и освобождение кнопки тормоза Очень-очень легкое Следовательно, я точно знаю, что я не испорчу свою обувь Ну, а во всем остальном Она очень-очень удобная, красивая И действительно комфортная коляска И сравнив ее с полномерными большими колясками Особенно с нашими вот Fox, Chameleon от Bugaboo Которыми мы пользовались в будущем Донки 3 для погодок То есть это двойная большая-большая коляска Я, конечно же, могу оценить легкость, простоту движения Ее маневренность И в целом вот легкость использования этой коляски И то, насколько здорово, когда ты просто при нажатии одной кнопки И используя всего лишь одну руку Можешь эту коляску сложить И можешь ее разложить Так что, Алан, спасибо вам большое за то, что вы прислали нам эту коляску Я действительно в большом-большом восторге И правда, как мама, оценила легкие прогулочные коляски В них действительно есть свой шарм Свой функционал, свое предназначение И это очень здорово, когда у мамы может быть И полномерная большая коляска И вот такая вот маленькая, легкая прогулочная Которую можно использовать для вот таких вот быстрых И непродолжительных прогулок вместе с ребенком Это очень круто Спасибо вам большое Так, ну а если еще про выбор Смотрите, что у нас тут есть Мы накупили очень много всего Первое, что хочу сразу показать Это Лего Дупла В нашем доме Лего Дупла еще не появлялась И вот я впервые купила малышу вот такую вот мини-ферму А потом у нас есть еще один маленький комплектик Там вертолетик и самолетик Или машинка, что-то там такое Ну, в общем, ребенок познает Лего Это очень прикольная штука Потом, конечно же, ни один покупок в магазине Мне кажется, у нас не заканчивается без того, чтобы посетить Икею Здесь мы зашли, купили ребенку вот такой вот огромный альбом Бумага для рисования Здесь разные цвета На самом деле это, наверное, для аппликаций и всякого такого Но Рэм для себя открыл, что он на самом деле обожает рисовать Поэтому нам в помощь вот такой вот огромный-огромный комплект Также фломастеров Конечно же, наша большая любовь в Икее Это ролики для чистки одежды и их пакеты с зиплоком Это вот прям то, что мы берем всегда Так, потом счастье для мамочки Здесь я зашла в Стендерс Это латвийская компания, которая производит всякое разное Очень крутое для ванн У них там и бомбочки для ванны, и масла, и гель для душа В общем, очень много всего Но я особенно люблю их молочко Оно также с добавлением натуральных масел Это молочко в виде порошка я просто добавляю к моей ванне И все, моя обычная ванна в доме превращается в прекрасную процедуру спа Так, из молочей для себя, что я еще взяла? Я взяла огромное количество носков Потому что по дому я хожу в носках и меняю их раз 15 в день И также боксеры, они, конечно же, мужские Но, баба, открою секрет, что когда ты беременна Удобнее мужских боксеров или шорт Нет в жизни ничего Поэтому для меня это прям мастхав И еще носки, которые я купила для себя в Юникло И также еще в Юникло я купила вот такое вот идеальное для беременности платье Оно из вискозы и льна Очень приятный материал Черного цвета И мне кажется, прямо вот для теплого времени года Когда уже живот будет большой-большой То, что нужно Сзади здесь есть завязка То есть его можно стянуть, если нужно Или оставить свободным Сбоку здесь есть два кармана И сзади также пуговки Я думаю, в этом платье вы меня будете видеть очень часто Так, из Zara для Рэма я купила вот такую жилетку Очень теплый пафер с карманами Ну, в магазине вы уже видели На него я мерила, мне дико-дико понравилось Второе, что мы купили ему Вот такой вот плащ Это уже на весеннее время Материал у него вот такой вот клеенчатый Очень классный Когда дождь, осадки И когда в целом все в лужах Плюс еще резиновые сапоги добавляю Штанцы тоже из такой клеенки И все, ребенок прям в комфорте Может спокойно бегать И мне не нужно волноваться По поводу того, что он промокнет В той же Zara на сайте я заказала вот такой вот комбинезончик В нем как раз таки Рэм вчера бегал по торговому центру Очень удобная штука Классно сделан, стильный Карманы здесь асимметричные Сзади тоже еще есть один кармашек Очень классная длина И как-то модель на Рэме сидит очень-очень прикольно Так что я дико довольна, что купила именно этот комбинезон Также в Zara мы взяли вот такой вот голубой Вязанный красивый свитерок Это для наших ежедневных прогулок Под свитерок вот такую майку с кармашком И также нам нужно было еще купить джинсы Та же самая Zara Здесь я взяла джинсы просто большего размера Так как те, которые у нас были пара Они уже малы Здесь у нас синий очень красивый цвет И еще черные джинсы Но они больше такие черно-серые Но что мне в них понравилось Так это то, что во-первых, они на резинке А во-вторых, здесь еще есть дополнительный шнурок Который можно затянуть на животике И здесь то же самое Резинка прям такая очень эластичная И мне кажется, вот на талии будет очень хорошо Это все дело сидеть Потом также я зашла в резерв В резерве мы купили вот такие вот треньки К тренькам также у нас здесь Ну обычная хлопковая маечка И наверх к этому комплекту У нас вот такой вот цветорок Снопи тоже голубого красивого цвета С собачкой Ну и здесь вот как обычно У резервда мне нравятся Есть вот такие вот какие-то детали интересные Которые, ну вот, как-то отличаются от других магазинов И в целом качество резервда тоже очень крутое Так, что у нас по ценам? Значит, толстовку в резервде я купила за 999 рублей Майка нам обошлась 400 рублей Потом треньки из резервда нам обошлись Сколько они тут стоят? Рублей 600 Это, кстати говоря, вы видите, все 92 размер То есть это как раз-таки то, что нам нужно немного на вырост Потом в Заре В Заре цены немного менее приятные Здесь у нас джинсы черные 1299 Синие наши джинсы мне обошлись Сколько? 1799 То есть эти подороже Ну и как бы они и выглядят немного лучше Потом майка в Заре 400 рублей Ну не так страшно И наш свитерочек Так, свитерочек 999 рублей Тоже, ну цена не такая страшная Так, этот пафер у нас в магазине Я вам показывала Он, по-моему, стоил 1700 И вот эта штуковина, она была подороже Это 2600 2599 Вот такие вот цены Для маленьких детей Так, а что касается этого комбинезона Я его брала в интернете Он стоил что-то типа там Тоже 1700 Или что-то типа того Потом, мое платье из Uniqlo Вот черное Из вискозы Оно мне обошлось 3000 То есть там у него цена была 2999 Да, ровно 3000 Вроде бы неплохо И, конечно же, коляска Ее стандартная цена Без аксессуаров 29000 Мне кажется, очень даже Классная цена Учитывая ее качество Все возможности И то, что мы на секундочку Можем эту коляску брать На борт самолета Ссылки все я постараюсь добавить В описании этого видеоролика Ну а так, подружки, улучшаю себе И поднимаю настроение При помощи шопинга В непростое время Когда нужно одновременно Справляться с регрессом Сна старшего ребенка И когда я беременна И понимаю, что все вот эти Отклонения от нашего Привычного Жизненного ритма Когда все спят И все в комфорте Конечно же Это дает о себе знать И намного сложнее Заботиться о малыше У которого есть Сложности Или когда он простывает И так далее И так далее В момент, когда ты беременна Реально устаю в два раза больше И намного Намного сложнее Все держать Под контролем И как-то приводить Обратно в порядок Но шопинг Уж точно нам помогает Выживать Поэтому сегодня вечером Я сделаю себе Очень классную ванну Расслаблюсь И буду надеяться Что завтра у нас День будет лучше Ну а с вами Мои дорогие подруги Мы увидимся уже четверг Четверг Готовлю Как мне кажется Очень важный Интересный ролик Особенно для моих Беременных подруг И вдвойне Особенно для тех Беременных подруг Которые беременны Впервые Я собрала коллекцию Всех своих ошибок Которые я допустила В первую беременность И в послеродовом периоде И проанализировав Эти ошибки Я поняла Что именно они Делали для меня Этот период В моей жизни Намного Намного Сложнее И сейчас Когда я беременна Во второй раз Как мне кажется Очень важно Сравнивать Первую и вторую беременность Говорить О том Опыте Который У меня был Впервые Для того Чтобы вы Мои дорогие Беременные подруги Знали Каким этот опыт Может быть К чему Возможно Нужно готовиться И какие Все-таки Моменты Нужно для себя учесть И каким советом Уже опытных мам Все-таки Нужно прислушиваться Даже если нам кажется Что наша ситуация В жизни Она вот прям Отличается от других Что вот мы Не можем сделать это Или не можем сделать это Или сил у меня хватает На это На это На пятое Десятое А по итогу Мы получаем Очень большие проблемы Сложности И очень Тяжелое Внутреннее Моральное Физическое состояние Молодой мамы Так вот Об этом Обо всем Мы будем с вами Говорить в четверг Кому это все интересно Обязательно Подписывайтесь на мой канал Дабы не пропустить новые выпуски Нажимайте на звоночек Под этим видео Обязательно Ставьте лайк Ну и конечно же В комментариях Пишите Каким образом Вы Получаете себе Настроение В тяжелые дни С вашими малышами Ну а я на сегодня С вами прощаюсь Желаю вам доброго дня И увидимся с вами В четверг Пока